Вестник Кавказ Обыграли москвичи кавказцев в одни ворота. Ни одного мяча не смогли провести кавказские клубы. Как ты оцениваешь результаты этих матчей? Крупная победа Динамо над Анжи 4-0, крупная победа на выезде ЦСКА над Аланьей 3-0, победа 1-0 Локомотива над Спартаком. Ни одного забитого мяча. И, по-видимому, они предполагают, что концовка сезона Сатурн провалит. Конечно, никто это не гарантировал, но, может быть, это действует расслабляюще на умы. Игроков команд, которые находятся в нижней части, тоже не таблиц, только этим я могу объяснить. Вот такую игру Анжи. Про остальные команды что можно сказать? Может быть, они и не претендуют на попадание в зону Еврокубков. Может быть, они для себя решили, что за дело уже сделано. Есть какие-то более важные матчи в оставшееся время. И здесь просто-напросто не хватило внутренней мотивации. Только такое я могу найти объяснение. Потому что, если в одном туре четыре кавказские команды проигрывают с таким суммарным счетом, катастрофическим, то это, наверное, означает, что некая тенденция системы. Ну, я бы выделил все-таки, наверное, Спартак из Нальчика, который в матче с Локомотивом, ну, бился, так скажем. Там особой такой мысли, может быть, и о том, чтобы победить или сыграть в ничью, там, любыми средствами не было. Но все-таки игра получилась, ну, более-менее равна. Ну, хороший отрезок, да, в первом тайме. Да, этот матч выделяется. Но, например, Терек не показал свои фирменные и домашние игры, это совершенно точно. Про Аланию и тем более не стоит говорить. Алания сыграла просто без зуба против столичного Спартака. Вот. И как раз вот в этом случае, в московском матче в пятницу, мне кажется, что счет отражает соотношение сил. Могло быть и больше. Хорошо. Тогда вот матч Спартака, московского, с Алани. Как раз Спартаку предстоит вот сейчас игра с Челси. Некоторые из наблюдателей, обозревателей отмечали, что матч с Алани очень хорошая такая проверка перед игрой с Челси. Я не очень понимаю, почему это хорошая проверка, тем более по тому футболу, который Алания показала. Вот что ты думаешь по этому? Я тоже не понимаю. Мне кажется, что если играть в пятницу, не в субботу, а в воскресенье, а именно в пятницу, то есть когда есть время на восстановление, все-таки соперник должен быть более мотивированный, более серьезный. Если те, кто делал такое наблюдение, подозревали, что меньше возможности получить травму, так Алекс в итоге травму и получил. Кстати, вот все-таки московский Спартак с Алексом и без Алекса, это разные две команды, на мой взгляд. И насколько травма Алекса может сказаться на игре с Челси? Посмотрим, как будет играть Спартак. Может быть, ему придется больше действовать у своих ворот. Правильно? Вот в такой игре, если действительно Челси будет играть с позиции первого номера, то, может быть, в такой игре и не обязательно присутствую Алекса. Ну, и тогда уже про Челси, скажем, стало известно, что точно не прилетел друг Ба, уже его не будет в этой встрече. Есть несколько еще кадровых потерь. Это скажется на игре Челси, как ты думаешь? Я думаю, что в минимальной степени, хотя, ну, вот если говорить о нужности, полезности Лэмпорда и Драгба, скажу, что Драгба, конечно, самый полезный игрок, на мой взгляд, в команде. Почему? Потому что он гол фактически из ничего создает. Были вопросы подписывать его или не подписывать год назад, учитывая возраст, учитывая то, что он получается на Кубок Африки. И все-таки склонялись к тому, что раз нужно повышать предложение, повышать контракт, а вот есть такие отрицательные моменты, то, может быть, отказаться. И вот Драгба после подписания контракта показал, что он не просто способен в этом возрасте прогрессировать, но он становится стержневым игроком для команды. Кто-то может приходить, кто-то может уходить, а Драгба остается, и он дает результат. Поэтому мне представляется, что команда очень зависима от такого человека, еще и с психологической точки зрения. Я бы попробовал сравнить не игроков, а вот их функцию, значимость в команде Вагнер и Драгба. Вот когда Вагнер есть в команде, при всем, при том, что он своевольный, при том, что он может толком не тренироваться, армейцы понимают, что они способны добиться положительного результата в матче практически с любой командой. Я думаю, что в Челсе та же история. Все прекрасно понимают, что с Драгба команда способна обыграть любого соперника. Анелька, человек зависимый от настроения, он иногда бывает сосредоточен на игре, иногда у него практически ничего не получается с первых минут. А у Драгба я не помню матчей, которые он откровенно провалил, потому что у него с первых минут не пошло. Поэтому потеря Драгба, мне кажется, очень существенной для Челсе. Просто может быть другая команда. Напомню, что в студии Вестника Кавказа Дмитрий Федоров и Гея Саралидзе мы говорим о главных событиях прошедшей футбольной недели. И в следующей части нашей программы мы поговорим о некоторых итогах последних отборочных игр чемпионата Европы 2012. Субтитры создавал DimaTorzok